Вчера я на скорую руку делал доклад, проводил школу, мастер-класс по тому, как моделировать сетевые топологии в VirtualBox. Это было сделано по мотивам моих позапрошлом году прочтенных лекций, которых было 4 часа, там была довольно смешная история. Ко мне обратился ученый-секретарь кафедры СВК Дмитрий Валканов, который говорит, у нас тут цикл лекций про мушутизаторы, современные мушутизаторы. Ты же в Linux можешь всякую маршрутизацию, ты же можешь прочесть лекцию про Linux, вот эту тему, как же могу. Я такой на голубом глазу 4 часа начитал про маршрутизацию в Linux. Несчастные студенты, а по-моему даже аспиранты, которым обещали лекцию внимательная архитектура современных маршрутизаторов. В течение 4 часов слушали, как настаивать L2 и L3 в Linux, вот внутри виртуалок. Мало того, в конце семестра подходит ко мне тот же самый Валканов, он говорит, так вышло, что по своей части лекции я никаких заданий дать не могу. Ты же можешь по своей части лекции дать задания, конечно, могу. Так что по курсу архитектуры современных маршрутизаторов люди настраивали всевозможные сетевые топологии, собранные за виртуалчик на Linux, причем вот такие топологии. Это тип узла, а это связность. С этой картинкой связана была еще одна интересная идея. У нас, вот видите, всего 5 узлов, они разным образом друг к другу связаны. Там бриджи, вланы, маршрутизаторы, ну вот это вот все. Значит, над в разные стороны. И, значит, ну я такой думаю, ну сейчас я сделаю там, смотрите, как много различных возможных топологий. Сейчас я сделаю, ручками топологии задам и раздам студентам по варианту. Одну придумал, вторую придумал, третью придумал, а она на самом деле вторая. Тут я думаю, нет, так дело не пойдет. Я взял, значит, NetworkX. NetworkX это питомская библиотека для работы с графами. И сформулировал задачу для нее. Вот у нас есть граф, пять узлов, типы связей, значит, количество этих самых, количество ребер и эквивалентность. Ну, короче, NetworkX мне сначала выдавал порядка 14 тысяч вариантов, а когда я наложил на него, требования по эквивалентности, выяснилось, что из этих 11 тысяч удовлетворяют условиям и топологически неэквивалентно 14 штук ровно. Вручную я бы долго искал. Вот. Всем рекомендую, это такая очень сокращенная версия того курса, который у нас будет весной. Который, сеть NetworkX, пора, кстати, на кнопочку жать. Вот. И вот эту штуку как раз я читал вчера перед студентами МТУСИ. Ну, естественно, заставляя их делать то же самое, что и я, поэтому мы примерно в два раза меньше прошли. Вот. Но, тем не менее. Вот. Я в целом доволен, хотя, конечно, довольно забавно было наблюдать, как Лёзи... Ну, там было, как обычно, МТУСИ, довольно забавная штука. Там было два мальчика, которым правда было интересно и которые что-то понимали. Остальные такие... Ну, это я занимал время до начала лекции. Значит, всем здрасте. У нас продолжается разговор про разработку в Linux. Вот. И сегодня у нас тема, про которую, кажется, один раз проговорился, пропалился в прямом эфире. Вот. Что если я забыл подготовиться или не сумел подготовиться к лекции, то я читаю лекцию по регулярным выражениям. Вот. В силу того, что я как раз готовился к тому самому... к той самой школе, значит, к тому самому мастер-классу в МТУСИ, вот. Я не успел до конца дощелкать тематику, связанную со Стрейсом, Ефьенсом и вот этим всем, который был запланирован на сегодня. Ну и, разумеется, универсальный выход. Будем разговаривать про регулярные выражения. От меня время от времени просят лекции про регулярные выражения, поэтому я время от времени их читаю. Так что мне кажется, что ни для кого не будет уж сильным разочарованием на этот счет послушать. Если для кого-то будет, если кто-то уже и так все знает, ну, что делать, страдайте. Это не такая тема, зная которую вы можете услышать что-то новое. Вот. Хотя новое там, конечно, есть, но я начну сначала. Я уже не первый раз так делаю. Из чего следует, что я не первый раз апарпиновый подготовиться к лекции, но в этом семестре первый раз. Все это дело сбазируется на лекции из курса архитектуры, компьютер, операционных систем и практикуму по тому же курсу, который я все время делал для вышки. Вот. Но там была отдельно лекция, отдельно практикум, то есть четыре часа. Причем два из них люди работали руками, а здесь и то и другое буду делать я. И языком говорить, и руками работать. Но сначала, разумеется, языком говорить, куда уж тут денешься. Значит, регулярные выражения. Прежде чем приняться за регулярные выражения, обсудим две вещи важные. Это, во-первых, в какой парадигме мы работаем, когда говорим про них. И, во-вторых, что помимо них есть такое более простенькое. Для начала парадигма. на самом деле она удивительно, с одной стороны, удивительно естественная, а с другой стороны, удивительно упрощающая нашу задачу. Мы работаем с текстовыми данными, воспринимаемыми как последовательность строк. Строка, в числе прочего, это некоторая последовательность, ну там, слов, символов чего-то, достаточно хорошо ограниченная по длине. Строки обычно небольшие. И это позволяет нам на каждый из этих строк реализовывать достаточно прожорливые по памяти и по сложности алгоритмы. Вот. И не страдать от этого, потому что даже если там не равен час что-то МП полное, ну там нет ничего МП полного. Если даже там какая-то запредельная степень, это запредельная степень не от такого большого количества числа элементов берется. МП полноты там, слава богу, нет. Дальше. Что мы делаем с этим строками? Мы предоставляем нашему движку некоторый шаблон, который есть тоже строка, но строка состоящая как из обычных символов, так и из специальных символов, интерпретируемых как некоторые команды на сопоставление этого шаблона строке. Я сам с собой не все еще не договорился, кто в кого подставляется. Строка в шаблон или шаблон в строку, поэтому здесь вот в плане лекции время от времени будут меняться местами. Вот. Возможно, надо все-таки договориться. Вот как вам кажется, вот у нас есть шаблон, есть строка. Что куда подставляется? Шаблон в строку или строка в шаблон, чтобы выяснить, что одно другому соответствует? Шаблон. Строка в шаблон. Все-таки строка в шаблон. У нас есть некий фиксированный текст, и он подставляется в шаблон. Ну да, матч, накладывается. Но слово накладывается в русском языке очень странно звучит. Вот. Поэтому вот я не знаю. Окей. Ну, короче, если вы увидите, что у меня шаблон подставляется в строку, не пугайтесь, это то же самое. Происходит сопоставление на самом-то деле. Это не подстановка, а сопостановка, да, одного другому. И если эта сопостановка прошла, то мы говорим, что у нас некоторая строка или подстрока в ней, в зависимости от того, мы делаем то, что называется матчинг, полное соответствие, или сёрчинг, поиск подстроки в строке. Да, в зависимости от этого мы говорим, если, значит, сопоставление прошло, то эта строка хорошая, годная, она отфильтрована в положительную сторону, а если не прошло, то есть мы не находим шаблоны в строке, значит, она отфильтрована в отрицательную сторону, то есть плохая негода. Вот это и есть общий принцип, который работает для всевозможных диалектов и регулярных выражений, и даже не для них, а для каких-то других шаблонов, первый из которых, это шаблоны, которые используются в языке программирования Shell, с которым мы уже множество раз встречались при описании рецептов сборки с вами. Вот, и на которых я особенно останавливаться не хочу, но заметить хочу две вещи. Вещь первая, существует вполне разумная документация на эту тему, вполне разумная документация по языку шаблонов, по языку глобингов Shell, которая, ну, мы её сейчас даже особо рассматривать не будем, потому что она вполне себе сама очевидна. Вот, значит, документация. Три вещи, забыл. Вторая вещь, что помимо Shell, таким же глобингом можно заниматься программированием на C, это чуть ближе к нашей теме. Есть функция глоб, которая делает всё то же самое, но с точки зрения C, и там надо разбираться, как устроено API, то есть, куда, как разграничивается то место, где мы шаблон нашли, ну, вот это вот всё. Вот. И третье, что надо сказать про Shell-ные шаблоны, что в Shell-е они используются как минимум в двух местах. Первое, это генерация имен файлов. Давайте запустим примерчик, раз уж на то пошло. Да, первое, это генерация имен файлов. Так, ещё у нас часы мешают. Часы, уйдите в сторону. Вот. И когда мы говорим что-нибудь вот такое, ой, ужас, ну, хорошо, минус D, что-нибудь вот такое, вот у нас весь список всего, да, когда мы говорим что-нибудь вот такое, у нас список только файлов, которые, имён, которые начинаются на букву А. А вот, например, вот такого вообще нет. Это первое место, где используется язык описания шаблонов вот такого сорта. И надо сказать, одна важная вещь, что превращение вот этого x-звёздочка вот в этот список, этим занимается не команда LS, а сам Shell. Команда LS получает уже вот этот список на вход. Тем самым мы решаем простую проблему, кто занимается интерпретацией, кто занимается подстановкой шаблона. В данном случае подстановкой шаблона занимается только Shell и никто другой. Это именно Shell вызывает функцию Glob. Если бы это было не так, любая Linux-атилита должна была бы вызывать функцию Glob, что, в общем, конечно, совершенно не нужно. Вот. И мы не вылезаем из парадигмы, просто здесь, давайте вот так сделаем, чтобы было понятнее, здесь строкой, к которой применяется этот самый язык шаблонов Shell, является одно имя файла. Файловой системы, да, строка это не последовательность слов, а одно имя файловой системы. Именно поэтому мы смотрим на неё, смотрим на шаблон, говорим, что он подходит, выдаём, да, всё начинающееся на x. Заканчивайся. Давай. Всё, да, значит, почему мы так сильно не останавливаемся на языке шаблонов? Потому что он, на самом деле, довольно слабый и, в первую очередь, зачесан на именно выбор файлов в файловой системе. А, я забыл, ещё шаблоны в кейс, да, второе место, где используется язык шаблонов в Shell, это оператор переключения кейс, который кейс офф и дальше вариант такой, вариант сякой. Вот, просто потому, что он уже есть, почему бы не применить то же самое к оператору переключения. Вот и всё. Да. Этот язык довольно слабый. Он хорошо подходит для выбора, например, всех файлов с одинаковым расширением или чего-нибудь такого. Но довольно плохо подходит к универсальной задаче определения произвольной, ну, как некоторого, некоторого формально заданного, формально заданной ситуации. Структуры под строки в строке, чтобы потом по наличию или отсутствию вот этой формально заданной структуры принимать какие-то дальнейшие решения о том, что это с этой строкой и делается. Вот. Поэтому язык шаблонов остаётся только вот в этих двух местах и больше, кажется, нигде не используется по-человечески. А вместо него используются регулярные выражения, и они используются вообще везде, то есть вот где только не задаются регулярные выражения. Главной Библией регулярного выражения является так называемый The Old Book. Это Mastering Regular Expression Джеффри Фридла, вот, выпущенный на всех языках мира, как по-именному на этих, есть и по-русски. Вот. Это прям вот такая, это то, что нужно прочесть, если вы интересуетесь тем. Реально. Вот. Мы с вами будем изучать регулярные выражения на основе утилиты Греб, которая, собственно, тем самым и занимается. Ищет регулярные выражения в файле. Вот. А вот тут сокращение страдает на тему того, что Shell уже развернул шаблон в последовательность файлов, и теперь утилита не знает, какой был изначальный шаблон, ему это не нравится. Ну, просто закавычьте этот шаблон, и всё будет хорошо. Пускай тогда ваши утилиты вызывают. Вот и всё. Мне кажется, что, смотрите, кто мешает, кто мешает сделать вот так вот, а если вы хотите вывести звёздочку Т, сделать вот так вот. Мне кажется, никто не мешает. Да? В этом случае Shell занимается этим шаблоном, а в этом случае Echo занимается этим шаблоном. Правда, оно им не занимается, но как бы могло бы и заняться, если бы мы очень захотели. Ну, только не Echo, а какая-то наша программа вызвать тот самый глоб сишный, мантриглоб. Да? Ну, вполне. Вот. Значит, мы будем пользоваться утилитой гриб, которая, собственно, тем и занимается, что ищет регулярные выражения в файле. Вот. То есть, ну, грубо говоря... Давайте напишем какое-нибудь регулярное выражение. Вот такое, например. Ну вот, пожалуйста, нам помечены жирным даже. Мы хорошо видим, где встречаются регулярные выражения либо один, либо два, за которым следует ноль в данном тексте. Все остальные строки нашего выражения считаются неинтересными, потому что... Нашего входного файла, нашего календаря считаются неинтересными, потому что в них нету вот матчинга, как это по-русски, сопоставления регулярного выражения один, два, ноль с какой-то подстрокой. Да? Греб – это поиск подстроки в строке. Теперь немножко про то, почему Греб так называется. Я очень люблю эту байку, поэтому не могу ее не рассказать. Не крат ноль, а кал ноль, естественно. Вот у нас есть календарик наш. Есть такой текстовый редактор, он называется ЕД. Ему лет чуть ли не больше, чем мне. То есть, он с 60-х годов существует. Вот. До сих пор существует, и можно пользоваться. И это текстовый редактор, работа, редактирование файлов, которым состоит в наборе команд. Ну, допустим. Да? Проценты – это значит по всем этим самым строчкам, а L – значит лист, показать все строчки. Вот он, ну, в специальном формате с указанием, где конец строки, вот это все. Вот. Он не умеет в русский, потому что он старый. Чем-то напоминает работу в ВИМе, но ВИМ, по крайней мере, показывает экран. А тут надо все попомнить, да? Вы просто командами модифицируете ваш исходный файл. Очень удобно для работы с теми самыми терминалами, терапечатанными машинками, про которые мы говорили в самом начале. Ну, так вот. Есть в этом редакторе функция Global, которая позволяет применить к всем строчкам некоторую подфункцию. Например, gp, gglobal, дальше вы говорите, что вы хотите найти, ну, скажем, 5, и дальше pprint. Вот, пожалуйста, мы поискали по всему тексту 5 и распечатали, вывели это на экран. Ну, или там, global, что мы там, 0,1, 2, p, да? Ну, только у нас был не 0,1, 2, 1, 2, 0, но это не важно, да? Вот. Обратите внимание на вот эту вот строчку. g, регулярное выражение, p. То есть, g, регулярное выражение, p. Вот отсюда название утилит игры. Такие дела. У меня тут Андрей спрашивает, не знает ли гнует Unicode. Знает он Unicode. Это команда L. Она в формате LISP выдавала, и тут она решила побать на это сделать. Видите, команда P вполне умеет. Вот. Так что нет, не надо никому жаловаться письмом. Тут Андрей прямо собирается пожаловаться в гну, что они не умеют Unicode. Умеют они Unicode. Успокойтесь. Вот. Значит, возвращаясь к нашим баранам, к нашим регекспам. Что такое регулярное выражение? Это самый строгий из классификации формальных языков по хомскому. Вот не знаю, было ли это у вас. Было, да? Просто у меня был очень хороший курс, который потом тут же закрыли, и дальше все эти компилирования конструяторов и все остальное в очень странной форме было. Люди обычно не любят этот курс, а я очень любил. Вот. Тип-3 регулярный. Они же автоматные. Регулярные или автоматные грамматики – это такие штуки, которые конечным автоматом могут порождаться. Кстати, с этим связано то, что есть два алгоритма разбора сопоставления регулярного выражения. Они основаны на детерминированных конечных автоматах и на недетерминированных. Недетерминированный конечный автомат – у нас, к сожалению, нет времени и не та теория – разбирает нашу строку, пытаясь заматчить очередной кусочек регулярного выражения и дойти до конца. А если не получается, он выбрасывает эти матчи и пытается сделать другую гипотезу с матчем, такой алгоритм с откатом или с бэктрекингом. А детерминированный конечный автомат строит дерево разбора и в том месте, где он дойдет до финиша, говорит «вот я разобрал». Детерминированный жрет больше памяти, недетерминированный может зависать на непонятное количество времени. Поэтому детерминированный работает реально быстрее, но в нем нету бэктрекинга от слова «совсем», а он нам понадобится, мы это сегодня еще увидим. Важная штука, которую надо сразу сказать при регулярном выражении до тех пор, пока мы не углубились в сам язык, это то, что они, будучи наиболее строгими, наиболее ограниченным языком по хомскому, достаточно сильно ограничены в применении. Шаблон регулярного выражения не зависит от контекста, то есть вы должны рассчитывать на решение таких задач, где то, что вы ищете, не зависит от того, что стоит вокруг него, контекст не переключается. Вы можете заимплементить такой поисковик, который определяет с помощью регулярного выражения границы другого контекста, а внутри этих границ по-другому ищет другое регулярное выражение, но все равно это будет именно так. Внутри одного контекста регулярные выражения не меняются. И второе свойство. Внутри шаблона полная независимость частей друг от друга. Настоящее регулярное выражение, такое классическое, не может ссылаться внутри себя на то же самое, что было, но еще два раза. Да, питон расширяется, это дело, мы попробуем в самом конце про это поговорить. Зато выполнение этих двух условий действительно гарантирует нам быструю работу с этими самыми шаблонами. Да, вот главный недостаток, условно говоря, по ЦРЕ или питоних РЕ, да, как раз в том, что вы можете нечувствительно для себя написать такое регулярное выражение, которое будет вычисляться гораздо дольше, чем период распада вашего компьютера. Вот. Еще одно свойство регулярных выражений, их гораздо проще писать, чем читать, мы сейчас это увидим. Да, такое write only. То есть пока вы думаете и пишете, оно отлично, потом вы на это смотрите, да, да, write only такая штука. Потому что птичий язык. Хотя матерые профи, которые с этими регулярными выражениями с прошлого тысячелетия существуют, например, я, иногда могут прочесть регулярные выражения. Иногда. Вот. Особенно если сам его написал и помнишь, как ты думал, когда писал. Мы продолжаем бла-бла, хотя мы можем запустить сразу наш греб, потому что он нам поможет, поможет с этим бла-бла разобраться. Сейчас, нет, мы не можем выходить за пределы экрана, придется переключаться или делать вот так. О! О, шикарно! Мы можем сделать маленький экранчик. Значит, атомарным регулярным выражением является любой неспециальный символ. Ну, да, у нас калькулятор. Давайте мы прямо с этого калькулятора и погрепаем, да. Греб 0. Греб, я сказал. Че? Да не ката, кал. Калькулятор. Не калкулятор, а календарь же. Вот. Любой неспециальный символ является атомарным регулярным выражением. Вот отмечены вхождения этого самого, давайте, 1. Отмечены все вхождения. Да. Ну, короче, вы меня поняли. Вот. Точка означает любой один символ. То есть, если мы сейчас напишем греб 1, у нас любой символ будет считаться матчингом. То есть, вот видите, все черное, потому что каждый, любой символ соответствует регулярному выражению. Хотя, смотрите, перенос строки является, с точки зрения линуксовых фильтров, концом строки. Это конец строки. Он как бы не считается, по умолчанию. Вы можете в том же питоне, например, накрутить флажок, что он таки является, но это уже как бы, да. Значит, сейчас я попробую сделать что-нибудь более интересное. Сейчас сделаем что-нибудь такое. Во! Тут есть пустые строки. Попробуем теперь с этой штукой. Греб точка. Обратите внимание. А, здесь пробельчики были. Черт. Давайте тогда заменим пробел. О! Значит, смотрите. Обратите внимание вот на что. Иногда в нашей выдаче есть куча пустых строк, но пустая строка не матчится регулярным выражением точка. Потому что нам нужен хотя бы один символ. Вот. Такая же фигня с диапазоном. Мы, кстати, диапазон это уже пару раз использовали. Если мы пишем что-то типа один или два, то у нас заматчатся все символы, которые являются одним или двум. Матчинг, то есть сопоставление вот такого регулярного выражения, ему соответствует одна строка, стоящая из одного символа. Вот тут их два, потому что два таких по сопоставлению. Давайте. Та же самая фигня с выключенным диапазоном. То есть мы можем сказать, пожалуйста, не от одного до трех, до там восьми. И заматчатся что? Все символы, которые не являются диапазоном от одного до восьми, то есть циферки девять и ноль и буковки тоже. Вот. Вполне себе. Тут Андрей спрашивает, есть ли механизмы трассировки и отладки сопоставления. Мне кажется, что утилиты, которые бы трассировало сопоставление, нету, но есть довольно много всяких веб-проектов, которые в той или иной степени это делают. Проблема трассировки сопоставления состоит в том, что непонятно, что таковое считать. Если весь алгоритм трассировать, то он будет довольно мутный, особенно с бэктреком. Если бы даться какие-то ключевые моменты из этого алгоритма взять, вопрос какие? Я, мне неизвестно, я не могу прямо сейчас порекомендовать какой-то сайтик, на котором такая трассировка работала бы удобным мне способом, но такие сайтики точно есть. И я помню, что они в том числе умеют эту трассировку выводить. Утилит нету, по крайней мере, мне неизвестно. Если найдете, кстати, поделитесь, это будет полезная учебная утилита, чтобы можно было в любом Linux-дистрибутиве ее из коробки выложить. Еще одним способом сделать атомарное регулярное выражение является группировка составного регулярного выражения с помощью скобочек. Но мы это будем делать чуть позже, поэтому просто заметим, что такая группировка существует. В базовом диалекте регулярных выражений скобочки выглядят вот так, то есть это скобочка с бэкслэшом, но про бэкслэши мы тоже будем еще говорить. Главной фишкой регулярного выражения являются так называемые повторители, и этим, собственно, они отличаются от того же языка саблонов, где звездочка это не повторитель, а просто какое-то количество символов. Повторитель это штука, которая приписывается к атомарному регулярному выражению в знак того, что сопоставление будет происходить со строкой, которая будет ноль или более раз, каждый символ, который сопоставим с этим атомарным регулярным выражением, включая строку длины ноль. То есть, если мы сейчас скажем, например, греб, не знаю, и звездочка, ну, с звездочка, да, с звездочка, то нам внезапно покажется вся строка, в которой жирным шрифтом будет выделена последовательность с звездочек, только их там нету. Ну, и последовательности, последовательности из букв С, только их там нету. То есть, в каждой строке содержится буква С, повторенная ноль раз. Поэтому нам выведены все строки нашего календаря, но ни один из этих символов не выделен жирным шрифтом, потому что нам жирным шрифтом греб выделяет все буквы С, которых там нет. Такая вот штука. Если вас смущает, а людей часто смущается, повторитель, который начинается с нуля, и хочется, чтобы повторитель начинался с единицы, тогда вы можете писать вот так вот. В линуксе это так. Или использовать другой диалект регулярного выражения, который называется расширенное регулярное выражение, где повторитель плюс просто наличествует как таковое. Для этого надо гребу сказать греб минус е большое, от слова extended. Я хотел про расширенное регулярное выражение сказать в самом конце, но, может быть, лучше сказать про них сейчас, чтобы меньше было бэкслышей при всевозможных спецсимволах. Да, значит, расширенное регулярное выражение отличается от обычного тем, что там есть несколько дополнительных символов, и их не надо выделять бэкслышами. Видите, вот один плюс, в данном случае сопоставление, вот здесь вот один символ, а здесь два. Да, вот эти две единички, это одно сопоставление вот этому регулярному выражению. Вот. А получали это нежадные? Жадные, конечно. Нежадный повторитель это зло. Ну как зло? Его можно так применить, что ваше регулярное выражение будет мачиться всегда, в смысле вечно. Поэтому с нежадными повторителями надо очень аккуратно себя вести. Все повторители жадные, мы к этому еще вернемся. Раз уж я обещал, не так, раз уж я сейчас пообещал рассказать про повторители в расширенных регулярных выражениях, там есть еще вот такая штука. Вот, это на самом деле, обратите внимание, да, это один или ноль раз. Вот, вопросительный знак, это повторитель один или ноль раз. Тоже удобная штука, когда вы считаете, что вот это вхождение должно быть только одно. Сейчас давайте попробуем. Да, ну ладно, чуть позже. И в конце концов вы можете прямо задать от скольки до скольки, ну скажем, от двух до четырех раз должна повторяться, там не знаю, повторяться единичка. А что-то я не вижу, чтобы она повторилась. Там в конце скобка. А, там в конце неправильная скобка, да. О, вот единственное место, где единичка повторяется от двух до четырех раз. Вот она заматчилась. Да, допустим, если вы сделаете вот так вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, то у вас просто заматчится первое повторение четыре раза, а потом еще, а, черт. Да, она заматчила четыре и два, да. Сначала вот это, а потом, а, давайте пять сделаем. Тогда она должна одну единичку не покрасить. О, видите, да? Вот это единичка не покрашенная. Вот этот матчинг произошел, с оставшимся концом строки повторение от двух до четырех раз не сработало. Обращаю ваше внимание, что это расширенное регулярное выражение, так устроено, ну, в общем, устроено. Вот. Надо понимать, что, когда вы навешиваете на эту штуку повторитель, и это довольно забавная вещь, потому что каждый раз, когда вы матчите очередной раз вот это вот регулярное атомарное выражение, может заматчиться что угодно. Например, вот такому, вот такому регулярному выражению может соответствовать строка раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре, да. Каждый символ в отдельности матчится вот этим диапазоном. Вот. Собственно, вторая фишка, это то, что мы делаем, когда регулярное выражение составное. И вот здесь вот как раз мы встречаемся с жадным алгоритмом. Составное регулярное выражение, это просто последовательность атомарных регулярных выражений, в том виде, в котором мы их только что описали. Да, значит, просто последовательность строк, да, вот такая вот штука. Ну, давайте что-нибудь здесь, в нашем календаре, что-нибудь такое составное найдем. Вот оно. Один любой символ, два. Давайте мы попробуем два любой символ, два, потому что таких будет больше. О, вот, пожалуйста, хороший пример. Два любой символ, два. Вот первый матчинг, вот второй матчинг. Да, все, в общем, вполне себе. Давайте еще вот так сделаем. Это первый матчинг, два, любое количество символов, два. Да, я забыл сказать, что точка-звездочка вообще это такой мемчик среди людей, которые с этим работают, потому что это означает что угодно. Любое количество любых символов. То есть, два, точка-звездочка, два, это двойка, дальше любое количество любых символов, дальше опять двойка. Вот, вот, вот. Вот, и 22 тоже годится. Ну, потому что это двойка, ноль количества любых символов и опять двойка. Да? Ну, 22. Нет, просто 22. Тоже годится, потому что вот эта точка-звездочка в числе прочего, видите, жирная. Эта точка-звездочка в числе прочего матчит ноль символов. Это первая двойка, это последняя. Вот мы здесь, кстати, встретились с алгоритмом жадности составного регулярного выражения, жадности повторителя, потому что из всех возможных строк, подстрок, который матчит два, точка-звездочка два замачивалась, самые длинные. Что еще там можно? Ну, короче, вот, вот, мне кажется, тут мы можем довольно много говорить. Давайте какой-нибудь примерчик из лекции. Да? Какой-нибудь идентификатор, как описывается у нас по-сишному. Это А, З, А, З. З большое, А маленькое, З маленькое. За которым может следовать любое количество А, З, А, З и еще 0,9. Во! Плюс, ну, звездочка, любое количество. В том числе 0. Вот так определено понятие идентификатора в языках программирования типа C или Python. У нас есть какой-нибудь файл .C? О, есть у нас файл .C. Вот. Понятное дело, что не только идентификаторы прилезли, а всякие проценты D тоже, но идея стоит в том, что вот все, что мы, все, что мы здесь видим, соответствует этой штуке. Тут нету, нету. А тут? И тут нету. Хорошо. А может быть точка P есть? С теми же названиями, что извините. А, вот, пожалуйста, да, вот подчеркивание. Все годится. А вот число не мачется этим регулярным выражением. Почему? Потому что оно начинается на цифру, а мы должны начинать на вот такой диапазм. Вот пример составного регулярного выражения, которое состоит из двух атомарных. Атомарного и атомарного с повторителем. Мы можем, как мы уже говорили, когда говорили про атомарное выражение, превратить составное регулярное выражение в атомарное, поставив вокруг него скобочки. Вот это синтаксис обычного регулярного выражения. Мы с вами будем, как я обещал, использовать расширенное, просто потому что тогда меньше бэкслышей будет. Вот. Значит, расширенное регулярное... Так, что мы хотим? Да ничего не хотим. Просто давайте эхо... Вот. Греб. И минус е, да? А там расширенное регулярное выражение. И давайте так. Большая буква, маленькая буква. Все это в скобочках. Повторенное. Ну, скажем, более чем ноль раз. Смотрим. Первый матч. Да? Второй. Вот. И третий. То есть, первый матч. Один раз повторенная пара, а большое с маленькое. Второй матч. Три раза повторенная пара, большая буква, маленькая буква. Третий матч, один раз повторенная пара. Обратите внимание, что как только мы сбиваемся с этого шаблона, большой-маленький, большой-маленький, матчинг прекращается, ну, потому что мы так здесь написали. Да? Вот это выражение должно быть повторено один или более раз. Вот. Картина. Именно при разборе алгоритма самый левый, самый длинный, именно при разборе составного регулярного выражения, вот этот самый алгоритм жадный, алгоритм самый левый, самый длинный, работает так. Вот. Мы сейчас к нему еще вернемся, к жадному алгоритму, а пока, значит, осталось только дополнить наш разговор о том, что в классических регулярных выражениях есть еще позиционирование. Если мы осуществляем не матчинг, то есть сопоставление всей строки регулярному выражению, а серчинг, поиск, то есть сопоставление под строки регулярного выражения, как это делает Греб, Греб ищет под строку, то в этой под строке мы можем явно указать некоторые позиционирования в классических регулярных выражениях, это как минимум начало строки и конец строки. Ну, давайте все на том же календаре. Попробуем сказать ему Греб 2, да, календарь. И вот нам вывелась только строчка, в начале которой стоит двоечка. Да? Или давайте, наоборот, 2 доллар. И вот нам вывелась только строчка, в конце которой стоит двоечка. Не любая двоечка, а находящаяся в конце строки. Греб ищет под строку в строке, но в этой под строке мы можем сами указать позиционирование. В более хитрых регулярных выражениях бывает позиционирование на границу слова, на границу числа. Ну, короче, там всякое бывает, в том же питончике довольно много такого рода спецсимволов позиционирования. И в перле тоже, конечно, потому что перл был первый в этом смысле. Вот, позиционирование. Теперь, значит, мы переходим, собственно, к жадному алгоритму. Жадный алгоритм – это правило сопоставления составного регулярного выражения и строки. Мне кажется, что для того, чтобы нормально с ним повзаимодействовать, нам нужно изучить еще один инструмент, который называется потоковый текстовый редактор сет. Но изучать мы его будем не весь, хотя всем рекомендую. Очень мощная штука, абсолютно простейшая какая-то вот, вплоть до выраженной вещи простейшая. Это такой микро-язык, нано-язык программирования, с помощью которого можно обрабатывать тексты регулярными выражениями, в том числе. Но мы из этого редактора сет выучим только одну команду, команду поиска с заменой. И для этого, а потом вернемся к жадному алгоритму, потому что тогда мы его сможем проиллюстрировать. Значит, только команду поиска с заменой. И выглядит это следующим образом. У нас есть скобочки, кстати, у Седа тоже есть вариант с минус Е большое, который работает с расширенными регулярными выражениями, и мы будем делать именно так, чтобы, как слышали, лишнее не писать. И каждая такая пара скобочек нумеруется. То есть мы заключаем, группируем некоторое составное регулярное выражение в, а может быть даже атомарное, неважно, в скобочке, и потом эту группу по номеру можем добывать в подстановке. Пример. Все тот же календарь. Ищем минус Е, чтобы не писать бэкслыши. Допустим, 0,9 плюс последовательность цифр любых. И заменяем ее на, ну скажем, две решеточки. Сначала так, смотрите, первое вхождение любой последовательности цифр было заменено на две решеточки. А потом можно еще с ключиком G, global, чтобы, значит, каждое вхождение последовательности цифр было заменено на две решеточки. Вот здесь мы сразу упираемся в недостаток регулярного выражения, который состоит в том, что мы не можем заменить последовательность цифр на решеточки той же длины. Нет, мы можем заменить одну цифру на решеточку, и тогда все будет хорошо. Но как только мы хотим обратиться к какому-то свойству, помните, в регулярных выражениях нет зависимости между его компонентами. Да, как только мы хотим обратиться к какому-то свойству, мы сделать это не можем. Мы не можем заменить произвольную последовательность цифр на последовательность цифр той же длины. Нет такого понятия, это та же длина. В случае, если мы работаем с обычными регулярными выражениями, неважно, расширенности или нет. Вот. Итак, поиск замены работает следующим образом, что мы можем обращаться к сгруппированной нами группе по номеру. Например, сказать вот так, бэкслэш 1. Вставь, пожалуйста, эту группу, но окружи ее с двух сторон решеточками. О. Ну или, если что, было понятно, где какая решеточка. О. Соответственно, если таких групп больше, ну, допустим, пробел плюс, да, то мы можем сделать вот так вот. Ну, с пробелом плохо, его плохо видно. Давайте что-нибудь интереснее. Давайте так вот. Два. А, во, я знаю. Один, два. Это первая группа. Ноль, девять. Это вторая группа. Ну, естественно, диапазон. Заменим их. Два, один. Глобал. Ну, можно не глобал. Нет, ну, глобал, знаете, не глобал, чтобы не путаться. Так, и где? Я не вижу. А, вот здесь два, один. Иначе мы ничего не увидим. Спасибо. Во! Раз, 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 раз. А 31 нет, потому что здесь 1,2. Ну, можно сказать, глобал тогда, ну, во многих местах все извратит. Только не... О! Везде, где он видит символ из диапазона 1,2, за которым следует символ из диапазона 0,9, меняет местами на сначала второй, потом первый. Естественно, вы можете здесь сколько угодно ссылаться, пожалуйста, на эти карманы. Вот. Более того, давайте еще одну такую вот... Вот такую вот сделаем штуку. Вот. Давайте ради этого самого вот так напишем. Да? Значит, смотрите. Тут два кармана. Первый начинается тут, второй начинается тут, второй кончается тут, первый кончается тут. Как они нумеруются? В порядке следования открывающих скобок. Давайте это проверим. А, первый, второй, да. О! Видите, да? Это весь первый карман, это весь второй карман. Значит, все просто. В том порядке, в котором скобки открываются, в том карман и нумеруются. Изучив этот инструмент, перейдем к разъяснению для себя правила работы жадного алгоритма. Давайте, значит, эхо, ну скажем, какую-то последовательность букв. И здесь set, допустим, минус е, чтобы скобочки не рисовать. Допустим, az+, az+, первая группа, вторая группа, заменим один, дальше n, два. Так, давайте вангуем, что у нас получится. Да, значит, что у нас в составном регулярном выражении? В первой группе последовательность всех маленьких латинских букв длиной не менее чем один. Во второй группе последовательность всех маленьких латинских букв длиной не менее чем один. Да, между v и c последним. Точно. Правила самой левой, самой длины трактуют нам о следующем. В составном регулярном выражении оно матчится следующим образом. Мы его разбиваем на атомарное регулярное выражение. И чем левее атомарное регулярное выражение, ну, не так, берем первое из этих атомарных регулярных выражений и матчим ему наиболее длинную из всех возможных подстановок, которые удовлетворяют большому выражению целиком. Это наиболее длинная подстановка, это все буквы, кроме последней. Дальше берем второе регулярное выражение и матчим ему наиболее самую длину из всех возможных подстановок из оставшихся. Если бы у нас было побольше времени, мы бы просто рассмотрели, как работает алгоритм с бэктрекингом. Алгоритм с бэктрекингом, если говорить прямо на пальцах, работает так. Он сначала матчит вот это, вот этому всему, а потом пытается замачивать вот это и говорит, ой, не шмагла. Что делать? Ну, наверное, мы тут слишком много взяли. Давайте возьмем на один меньше, замачиваем вот это. Остается ц. О, шмагла. Все, результат достигнут. Вот. Соответственно, сколько бы мы их там ни делали, обратите внимание, что я намеренно использовал повторитель плюс, а не звездочка. Потому что, если бы я использовал повторитель звездочка, что бы у нас получилось? Да. У нас бы замачивался вот это вот всей строкой, а это счастливо бы замачивалось пустой строкой, благо повторитель звездочка. Все так. Вот, собственно, и все про жадный алгоритм. Самый левый, самый длинный. Вот. Это надо всегда иметь в виду, и, как я уже говорил, жадные повторители хороши тем, что мы всегда можем в голове, вот как вы это сейчас сделали, всегда можем в голове предсказать, как они будут себя вести. С нежадными это так не работает, особенно если вы смешиваете жадные и нежадные. Там начинается настоящая аванс. А можно нас учить жадные? Нет, потому что это выведет нас за пределы регулярных, за пределы разбора конечным автоматом. Да, это будут уже нерегулярные выражения. Мы об этом чуть поговорим чуть позже. Я так, такое ощущение, что у нас есть время на то, чтобы поговорить про... Если уж не ПЦРЕ, в котором я не силен, то хотя бы про Питоновские регулярные выражения, которые, в общем-то, сделаны точно так же, как ПЦРЕ, фактически. Просто, ну, еще одна реализация примерно того же синтаксиса. Вот. Но у нас есть интересная тема, как эта вся фигня пишется на Си. Потому что это действительно интересная тема, как эта фигня пишется на Си. Как мы уже с вами видели, глоб есть функция сишная. Вот. Но я, наверное, хочу начать даже не с него, а с какой-нибудь программки, которая читает со стандартного ввода и выводит на стандартный вывод. Сейчас мы ее быстро скопипастим из MAN по функции GitLine. Слушайте, а может быть его даже не так? Ну-ка, MAN. Сейчас. Во-первых, надо, наверное, зайти на LinuxPract. Опа, он висит. Сейчас пробуем переподключиться. Да, все. Вот. Я просто к тому, что у меня, может быть, на этой, на рабочей машине среда не подготовлена. На LinuxPract точно должна быть подготовлена. Значит, что там у нас? GitLine, да? Во, вот он, вот он, вот он. Отлично. Не тут, а вот тут. Вот это нам не нужно. О, вот какая-то, какой-то, какая-то, какая-то программка, вытащенная из MAN по функции GitLine. Сейчас мы ее только, сейчас мы ее только уберем оттуда сообщение об ошибках, чтобы, чтобы не мучить нас кодом. Так делать не надо, нормальные люди делают не так, но, ну да ладно, пускай так будет. Давайте попробую скомпилировать. Значит, эта штука, это такой аналог, простейший аналог КАТа. Ой, да тут еще какая-то диагностика, давайте гиагностику тоже уберем. Вот. Простейший аналог программы КЭТ, который просто делает вот так. Сейчас мы ее модифицируем на предмет того, чтобы вставить туда поиск регулярного выражения, для чего почитаем документацию по двум штукам. Это регкомп и регэкзек. Значит, а как пользоваться регулярными выражениями в C? Вы сначала создаете нечто под названием шаблон регулярного выражения, компилируете его туда с помощью функции регкомп из его представления в строке, потому что этот шаблон, он уже какой-то такой более хитрый и используется для алгоритма поиска впоследствии. А потом и ищите с помощью регэкзека. Вот. Вот здесь на стек-оверфлоу есть достаточно аккуратное описание, как такую программку написать. Мы сейчас отсюда будем просто копипастить приемчики. Да? Значит, регкомп. Первый параметр это, собственно, шаблон регулярного выражения. Второй параметр это, собственно, строка. И третий параметр это какие-то флаги, которые нас пока что не интересуют. Окей. Что для этого нужно сделать? Нужно завести этот шаблон. Да? Где он тут? Регкомп. Регкомп. Вот он. Нет, это особый тип. Это целая структура. Это структура. Вот здесь. Вот. Мне кажется, даже include.gX.sh не нужен, но это мы сейчас увидим. Давайте попробуем. Так. Итак, getLine. Я бы сказал, что мне не нужно его делать локальным, пускай будет локальным, пускай будет локальным. Вот. Так. У нас вторым параметром, или первым, пускай будет вторым. Пускай вторым параметром будет вот это регулярное выражение. Соответственно, мы говорим... А, и возвращаемое значение, это означает, что оно плохо скомпилировалось. Ну, мы его тоже пропустим. Поэтому сделаем просто реккомп. Да. Это у нас будет сис. Я очень, очень мерзкий код пишу, сразу скажу, потому что... Потому что... Второе. Потому что по-хорошему нужно писать так, как написано в Mane и в Stack Overflow. Нужно каждую ошибку возможную обрабатывать. Просто если мы сейчас будем писать эти обработчики ошибок, у нас, на взгляд, вся вот эта фигня станет плохо удобоваримой на лекции. Поэтому я рассчитываю, что регкомп завершился положительно, что RGV существует, ну и так дальше. Вот. Дальше мы должны применить к нему regexec. О. К очередной строке. Во. Вот тут уже нам нужно какой-нибудь... 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 Результат. Да. Откуда тут Лен? А, понятно. Ну... Ну... Да. Напишем что-то типа... Только не red i, а рез у меня называется, да? Рез равняется regexec... Бл-бл-бл. К чему? К свежей строчке, да? Line. Line. О. Что мы сделали? Мне кажется, это все... А, и if, да? If. If. Рез. Вот. Что мы сделали? Мы, кажется, просто тупо взяли, скомпилировали нужное регулярное выражение, которым передали в командной строке 2, дальше применили к нему операцию regexec, то есть выполнили, как бы его заматчили на очередной считанной строке из нашего входного потока. Вот. И если это, этот результат со всеми нулевыми флагами, и этот, если этот результат положительный, значит, матчинг был, и мы можем смело это писать. Давайте проверим вообще, все это компилируется, работает или что, а то я этого не делал уже очень давно. Так. Давайте посмотрим, ой. Давайте посмотрим, но мне кажется, просто... Или после sublime... Steadout. F.Write на Steadout. В результате он записывает... В влайн что-то нашел, он взял. Да, да, именно так. Если он что-то нашел в влайн, он просто записывает в Steadout. Именно так. Так. Ну, это такой греб для очень бедных, да? Сегментation fold. Та-дам! Что я сделал неправильно? Ну, известный... А! Я знаю, что я сделал неправильно. У нас первый параметр это файл. Это очень, для очень-очень бедных греб. Да? То есть надо делать было вот так вот. О! Не О! А! В обратную сторону. Да, естественно. Это же C. Нам функция возвращает код ошибки. Если 0, она успешная. Если не 0, она неуспешная. Ну, окей, как бы... Что нам стоит? Нам ничего этого не стоит. Это довольно известная фишка, что большинство функций C-шного API, особенно низкоуровневая, работает примерно так же, как систем колы и прочее, и прочее. Они возвращают 0, если все было успешно. И не 0, а именно код ошибки. Если что-то пошло не так. Вот. Хорошо. Значит, пробуем. Но, кажется, у нас все должно заработать. Вот это 0. Давайте попробуем наш 1, 2, 0. Отлично. Очень похоже на правду. Следующий акт нашего морализонского балета, это попробовать... Мы забыли освободить наше регулярное выражение. И это мы зря забыли сделать. Да? Как это? Кто молочил, тот и фрит. Есть такая... И фрит это не джинн, это в смысле фри. Кто молочил, тот вызывает фри. Кто молочил, тот и фрит. В том смысле, что кто заводил регулярное выражение, тот его и потом фрит. Как там регфри? Давайте почитаем документацию. Но, по-моему, это простая штука. Сейчас. Вот она. Ифрит. Воид и фрит прег. Вот этот прег-паттерн, который мы заполнили, его надо теперь пофрить. Потому что, напоминаю, это довольно сложная структура, которая автоматически заводится, когда мы говорим регкомп. Ну что, регфри? Мы будем через пару лекций рассказывать про Валгринд. Валгринд бы нас тут назвал желтым зельменным червяком. Кажется, там... Нет, там звездочка, да? Значит, амперцентрегекс. Амперцентрегекс. Чего тебе не нравится? Вот. Все ей нравится. Пробуем. Ну, я думаю, что от этого ничего не изменится, конечно же. Вот. Просто мы, как честные пионеры, зафрили то, что мы... Вот этот паттерн, который мы тут создали. Вот. Следующий акт Морелезонского балета это разбор карманов. Дело в том, что у функции рег-экзек и рег-экзек параметров больше, чем два. Там еще есть количество карманов, которые мы готовы предоставить нашему движку. А в дефолт их ноль? Нету. В дефолт их ноль. Количество карманов, которые мы готовы предоставить, и специальный... Специальный этот самый... Специальный... Специальное хранилище для каждого кармана в отдельности. Вот. Так. Вот тут надо немножко напрячься, потому что я забыл, как это делается, но мы сейчас все это вспомним. Вот они, эти штуки. ж... Вот какого он размера? А, он размера максгр. Да? Так. Вот тут я напоролся на немножко экспромта. Сейчас мы найдем... Вот он, мы сгубуф. Нет. Регэкзек. Вот тут ну-ноль. Так. Давайте погуглим. Отлично. Сейчас найдем. Вот тут всего два, да? Да, вот тут их всего два. Вот мы задаем массив по матч, ригмач Т на две штуки размером два. Ну, блин, айбиэмеры. Волшебное число. Видите волшебное число? Все знают, что такое волшебное число? Да-да-да, magic number. Здесь два, и здесь два. Это одинаковые два или разные два? Сильно подозреваю, что одинаковые. Что вот это, это хранилище карманов, а это, это количество карманов. Черти. Черти. Матчасть не учили. Вот. Ну, короче, все, на мой вкус, все довольно просто. Давайте мы сюда обратно вернемся в наш файл. И чего? Нарисуем там вот этот пмач, да? Только не два, а мы же не абиэмеры. Что там, макс хрень какой-то, нужно сказать, да? Макс хрень, макс хрень, вот, макс хрень. Ну, скажем, 10. Девлайн, да? Ладно, теперь дефайн. Так, вот тут вот макс хрень, да? Нам нужно передать еще, кажется, там какая-то хитрость есть с переменной этой пм. А, нет, не нужно. Нам достаточно здесь пм. Вот. Флаги опять-таки ноль. А давайте мы это скопипастим прямо из лекции. Это же, это же я сам написал. Правда? Я же имею правду это использовать. Правда? Правда? Так. Это мы пока закомментируем. А сюда мы вставим хрень из лекции. Ой, тут какая-то жестянка. да, вот это вот не нужно. Это вот тоже не нужно. Тут вот принт вместо в райта можно написать. Ну, потому что здесь принт и стеда, может быть, ты пофигу. Да? То есть на самом деле все хорошо. Что? Да, да, сейчас сделаем. Так. Так. Вот здесь регексп, да? Регексп. Вот так. Так, на что ты ругаешься? На пумы. Он у нас не пумы, а пумач. Так. И здесь тоже пумач. Все еще ругается. И здесь пумач. И здесь пумач. Надо было сделать не так. У нас лекция про что? Про регулярное выражение? Обратите внимание, ну, это операция поиска замены как в сети, обратите внимание на специфические спецсимволы позиционирования в ВИМе. Эта штука означает начало слова, конец слова. Зачем так сделано? Чтобы в слове пумач мы не заменили пумы на пумач. Только слово пм, которое начинается на п и заканчивается на м, то есть у которого перед п и после м наблюдается начало слова. что? Процент забыл сказать, да, вот так. Процент означает по всем строкам файла, search, слово пм, у которого в начале слова стоит начало слова, а в конце слова конец слова, и заменим на пмач. Вот, сделали это. Мне кажется, что так еще хуже. Он, именно это вот в случае Vima или еще лучше. В случае Vima вот такая вот фигня, бэкслэш, угловая скобка, это именно что начало слова. Начало слова может наблюдаться в начале строки. Это не, даже не предпросмотр символа. Это именно вот такое место, где начинается слово по мнению Vima. Некоторые расширения стандартного регулярного выражения крайне удобные для того, что мы сейчас с вами делаем. А что ты, а, и тебе не нравится, потому что int i надо бы еще написать вот так вот. Спасибо неведомому гению, который занимается синтаксической, даже не синтаксической, а проверкой буквально вот ну, как бы неопределенную переменную нашел. Это какой-нибудь этот какой-нибудь шланг D какой-то, да, у меня крутится на сервере, на этом самом сервере практикума. Ну вот, если звезды сложились хорошо, сейчас у нас эта штука заработает и будет нам матчи прямо выдавать. Обратите внимание, P-матч это карманы, которых не менее 10 штук у нас, не более 10 штук у нас тут наличествует, да, у них есть начало и конец, где начинается сопоставление, где заканчивается сопоставление. Вот. Андрей спрашивает, якоря ли это, вот эти вот штуки. Ну, нет, это, я не знаю, что такое якорь, если честно, да, но это именно позиционирование строки, позиционирование строки. Вот. так ну ошибок почти не было unused res res я не использовал в результате ну да действительно ну чё барабаны дробь что там файл о сколько 1 2 0 да вот так ну все нормально сейчас а что а ну да мы же еще одно регулярное выражение вот он будет рассказывать в каком месте он нашел этот матчинг давайте еще раз проверим это матчинг нашелся с 19 по 21 позицию 1 2 3 4 5 6 7 8 а где это кстати а нет это здесь 19 по первой позиции да вот видимо видимо вот это здесь нулевой по вторую позицию вот он здесь 9 по 11 позиции вот он причем обратите внимание на 19 увы и ах мы меряем все в байтах а это у нас unicode да увы и ах но тем не менее оно сработало давайте мы попробуем сейчас по-другому сделать 1 2 а здесь ну допустим 0 1 значит он выдал нам только первое вхождение видите да только первое а вот это например уже не выдал потому что мы так составили программу которая которая что мы так составили программу которая вот здесь вот нолик да давайте теперь почитаем какие у нас есть флаги для регэкзека мне кажется это это дело в этом нет не здесь непонятно а видимо это никак нельзя то есть смотрите такое ощущение что нет у нас возможности значит найти сразу несколько этих вхождений и мы просто должны брать вот этот индекс и искать просто продолжать искать по этой строчке то есть настоящий поиск он чуть более сложный нам сказали что он нашел в 0 2 значит начиная со второго мы должны искать дальше еще раз сами и этой части поскольку она может немерено увеличить количество матчингов количество карманов запомненных этой части нету это вам не файн долл в питоне который взял в жух трах бах и все это в список положил это надо делать руками это не является эта штука поиск всех вхождений не является частью движка регулярных выражений сами ищите все вхожения понятное дело почему это все таки си там все надо руками заводить потом руками фрики вот а в остальном смотрите про полная красота вот и это значит что касаемо запланированного сегодня кусочка про то как писать на си обращаться к движку регекспа вот пожалуйста у нас все получилось в том числе и работа с кармашками вот теперь относительно вариантов синтаксиса значит первое и главное то что вы прочтете у фридла и то что вы встретите в real life у каждого движка регулярных выражений немножко свой синтаксис регулярных выражений так пошла эволюция у всех разный у кого-то есть бэкслыши вот эти у кого-то нет бэкслышей у кого-то где есть а где нету короче говоря количество этих бэкслышей тоже у всех разное страдайте это не лечится но если вы работаете с одним конкретным движком вы можете заучить количество этих самых бэкслышей и не париться второе бывают не чувствительные расширения к не чувствительное расширение к движкам регулярных выражений стандартных например расширенный редекс он не только позволяет нам не использовать лишних бэкслышей но еще например вводят такие штуки как чертинг класс вы можете писать вот так на самом деле и это гораздо лучше читается ну допустим call тот же календарь греб минус е расширенный и класс ну допустим digit видите нету 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 в этом нету это вот в питань так да в риге спит вот так вот в расширенном режиме вот так выглядит чертинг класс но чертинг класса довольно прикольные свойства у регекс вы например можете написать вот такую конструкцию все символы класс которых совпадает с классом вот этой хрени ну давайте сейчас вот так вот сделаем а нет не получилось хочу так а почему а тут написано что можно ладно не буду врать я никогда до конца этим не пользовался если честно но это можно почитать и как это вот этим пользовался да вот всякий digit all но особенно space да это все пробельные символы которые перевод строки если вы его включили в паттерн табуляции пробелы короче очень удобно space плюс все шикарно табуляция шмобуляция все работает вот очень кстати кстати у нас наверняка есть табуляции в нашей программе вот а мы сейчас это узнаем мы сейчас это узнаем же смотрите set минус е search что там у нас search space на скажем бибячку глобали в нашей программе которая называется getl точка c и мы сейчас увидим где у нас там были табуляции если они были кажется там их нету ни одной табуляции нету все и так красиво типичный пример когда заменяешь один одну табуляцию на одну бибячку и внезапно уезжает какая-то строка строка в начало вот но тут ни одной табуляции нет но в общем вот вот этот 2.space эта штука которой я часто пользуюсь а еще у регекс по расширенного есть альтернативы нет 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 потому что ее можно очень просто тупо сымитировать последовательным поиском она 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 не приводит не приводит к расширению класса а раз он не придет к расширению класса то он отсутствует в основном ну это же просто узнать смотрите не работе правда а в случае гнуди гекс по будет работать вот так но это специфика конкретно в реализации гну который на самом деле не реализует настоящий true базовый регекс потому что нафиг никому не нужен а вместо этого реализует вну такое вот странное подмножество где в нужных местах стоят бэкслыше да но зато зато да зато вот значит альтернатива очень удобно когда вы просто пишите составные регекс и поставите между ними палочки и говорите вот либо то либо это еще потом все можно в один карман засунуть давайте давайте попробуем сед минус е search либо допустим не знаю там дигит плюс дигит да обратите внимание что вот это указание класса а вот эти квадратные скобочки это как раз признак диапазона дигит плюс или ну не знаю там какой-нибудь там не знаю о я о я тя нет не о я тя тя тоже нет ну пускай будет тя нет я ты я ты плюс о сейчас посмотрим что там с русскими буквами я могу облажаться не все отлично вот смотрите да уже кстати тяжело это читать правда значит давайте читать внимательно и так у нас есть одна группа в которой либо плюс последовательность из ни нуля чего цифр либо последовательность из букв т и я и мы всю эту группу заменяем на нее же только в в хешах ну вот это последовательность из т и я это последовательность из т и я только я там 0 штук а то есть это последовательность из цифр 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 мы здесь не сказали global поэтому у нас только первое вхождение заменено вот вам пожалуйста использование альтернативы У нас осталось всего 5 минут, но я примерно так и собирался на нерегулярные выражения. Это питоновские регулярные выражения и то, что называется Perl Compatible Regular Expression, ПЦРЕ. Они очень похожи. Perl Compatible Regular Expression. Собственно, они были основательно хорошенько так реализованы в Перле как раз. Гвида, когда писал Python, весь синтаксис прямо оттуда и взял. Просто документация немножко по нему в такой старорежимном стиле. Вот она. Тут еще надо разобраться, как она работает. Единственное главное для нас, для нашей темы достоинства ПЦРЕ в том, что на нем можно легко писать программу на C, примерно так же, как на RegExp. Ну, там чуть больше дисципли. Но, поскольку у нас осталось 5 минут, давайте посмотрим, чем отличаются движки, реально выводящие нас за пределы регулярных выражений, от обычных регулярных выражений, например, Python, просто потому что там документация более читаем. Да, в ваших движках могут быть символы позиционирования всевозможные, сейчас я их найду, которых в основном в движке нету. Вот они. Вот, например, не число или пустой, не пустой символ или граница слова. Да? Начало строки, конец строки есть? Есть отдельные, потому что это не начало строки и конец строки всего шаблона, а, например, начало строки и конец строки, в которые вы включили с помощью флагов перевода строки. Да? То есть, Python умеет парсить многострочные строки, и тогда нужно отдельно вводить символ конца строки посреди строки. Ну, да, вот. Вот это все, по-хорошему, далеко от обычного экстенд-регекспа вас не выводит. Даже такие волшебные штуки, как позиционирование на начало слова. Главная проблема и главное достоинство нерегулярных выражений, типа PCRE или PythonRE, это две вещи. Это нежадные повторители, которые, будучи поставлены к регулярному выражению, сопоставляют его со строкой не максимально возможного в этом месте размера, а минимально возможного в этом месте размера. То есть, правило самой левой и самой длинной не работает. Если мы видим нежадный повторитель, вот такой, например, да, то в этом месте мы, наоборот, стараемся уменьшить размер подставляемой строки. Например, здесь написано звездочка, вопросительный знак, то всегда замачивается пустая строка. За исключением ситуации, когда, наоборот, с пустой строкой нельзя дальше разобрать. И это, в общем, требует осмысления, то есть формировать регулярные выражения с нежадными повторителями, это особое искусство, вот, мне лично доступно и не очень. Это первое, чем отличаются регулярные выражения, то есть, сложностью, вернее, не сложностью, а более гибким алгоритмом разбора, связанным с нежадными повторителями. И второе, это зависимости от контекста, зависимостями от контекста, так называемым предпросмотром и постпросмотром, сейчас я его найду. Вот оно. Вы можете в качестве операции позиционирования, то есть операции, которая сама по себе не матчит никакую последовательность символов, использовать матчинг с некоторой последовательностью символов. Например, сказать, мы матчим регулярные выражения, только при условии, что после него стоит вот такое регулярное выражение. При этом вот это второе не матчится, оно остается в буфере. Или мы матчим регулярные выражения только при условии, что перед ним стояло вот такое регулярное выражение, вот такое. При этом понятное дело, что мы это уже распарсили, да, и оно никуда не входит. Просто мы говорим, ну вот тут есть пример. Вот этот дев замачится только при условии, что перед ним стояло бы С. Там, кстати, не совсем регулярное выражение, там фиксированное, наверное, не надо. Вот здесь. То есть здесь все-таки не регулярное выражение, некий шаблон, некоторые строка. И то он меня посылал. Понятно, когда вы сюда писали регулярное выражение. Очень может быть, потому что если бы здесь было еще и регулярное выражение, мы бы вообще все умерли. Ну потому что это как бы рекурсивная вложенность прямо сама по себе. Вот. Очень может быть, да. Может быть. То есть вот этот шаблончик, он короткий, этот look ahead. Вот. Тем не менее, look ahead, look behind это завязанность на контекст. То есть нарушение правила, что регулярные выражения наши не зависят от того, внутри какого контекста они находят. И действительно, для того, чтобы осуществить завязывательный контекст, надо его как-то помнить. Вот. И нежадный повторитель, это, конечно, бездна, в которую можно свалиться и не вывлиться оттуда. Тем не менее, что питончик, что ПЦРЕ, который, повторяю, для нас хорош тем, что на нем можно писать в программных носить. И он примерно такой же, как в питончике. Вот. Отлично это все эксплуатируют. И там можно всякого интересного, всякого интересного наплодить. В довершении могу сказать, что во многих движках регулярных выражений разделяется понятие группировки ради кармана. То есть ради того, чтобы сослаться на группировку. И группировки ради того, чтобы составное выражение превратить в атомарное. Например, в питоне, в питоне это делается с помощью вот такой конструкции. Если у вас после скобочки стоит вопросительный знак, это группировка только ради группировки. В карман оно не запоминается. Чтобы вот с этими номерами не путаться. Вот. Ну, такие дела. Ой, нет, я соврал. Вот такая конструкция, извините. Вот такая конструкция. Non-capturing version. Это вот такая конструкция. Вы сгруппировали вот это вот все. Но эта скобочка не запомнилась в какой-то карман. Еще в питоне бывают именованные карманы. В пиццерии, кстати, тоже. Но это все уже выходит за рамки нашего сегодняшнего рассмотрения. Потому что я отвечал на запрос публики в первую очередь. Расскажите про регулярное выражение. Я рассказал про регулярное выражение. Да. И мы с вами написали простейшую программку, которая занимается матчингом. Даже в карманы ходит. Вот. В домашке, если не ошибаюсь, должна быть программа с подстановкой. Вот. Который использует расширенное регулярное выражение. Соответствующий флажок. Соответствующий флажок, я думаю, тут есть. Вот он. Ну, собственно, вот. Все. Значит, если я еще раз забуду подготовиться к лекции. Я не знаю, какую я буду лекцию читать. Но я надеюсь, что я не забуду. Никак не забуду. Не смогу. Но я надеюсь, что я смогу. И тогда у нас в следующий раз все-таки трассировка и защита памяти. На этом, если есть вопросы, задавайте. Все уже устали. Вопросов нет. В 19 часов 31 минуту к нам присоединился Вениамин со словами ООО. Та самая лекция про регулярное выражение. Да. Вы на нее опоздали. Все. Всем спасибо. Всем до новых встреч. Надеюсь, что в следующий раз у меня получится уже с планом, так сказать, заранее предусмотренным прочесть лекцию. Вот. Если что, расскажу про ВИМ. Точно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok